Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Джон Френч Сокрушенные Будучи одним из прославленного крестового воинства, брат Крий пребывает на земле Святой Терры в качестве представителя Десятого Легиона. Но когда он узнает, что его возлюбленный примарх Ферус Манус принял смерть от рук предателей, его стоическая, механическая скорбь дает ему силы и решимость отправиться на особое задание по поручению самого Рога Ладорна. Устремившись к звездам, он выискивает любые признаки своих потерянных собратьев, железных рук, в надежде доставить их обратно на Терру. Для помощи в финальной обороне дворца. Открытым остается вопрос, кто именно пережил резню на Истване Пять, и что от них уцелело к настоящему дню? Я жалею не мертвых, но живых. Те, кто оставлен у могильной черты. Это они несут бремя смерти. Это они должны учиться жить, зная, что ничто уже не сможет быть как прежде. Из Плача по Фениксу Записано Примархом Фулгримом В 831 М30 Когда мы его освободим? Голос был первым, что Крий услышал после того, как очнулся в тюрьме своей брони. Он был негромким и низким, точно море, плещущееся об утес. Вокс-система его шлема вернулась к жизни, затрещав и защелков статическими шумами. Мрак остался, давя на его глаза. Когда достигнем рубежа солнечного света, Борей, сказал второй голос. Его источник находился дальше, но все еще неподалеку. Он очнулся там внутри, спросил первый, тот, кого назвали Бореем. Возможно. Вверх по позвоночнику Крия пробежали слабые толчки электричества. В системе его брони потихоньку сочилась энергия, в количествах, достаточных для того, чтобы ощущать, но не для того, чтобы двигаться. Так, конечно же, и было задумано. В этом состоянии его доспехи с парализованными мышечными волокнами и застопоренными сервоприводами были такой же полноценной тюрьмой, как и любая камера. «Это не Кханг Бомарву», — подумал он, — «и месяцы безмолвия в гигантской тюрьме Терры ожили и истаяли по мере того, как вырисовывалось осознание. Я больше не заточен под горой. Его кожа ощущала вибрацию брони, ровную и медленную, как электрический пульс. Я на корабле», — понял он. Он провел на судах большую часть своей жизни, путешествуя по разбросанным звездам от войны к войне, и ощущения от работы корабля были знакомы ему, как биение собственных сердец. По крайней мере, были когда-то, до того, как он вернулся на Терру, до того, как Крий, лорд клана Кадаран и ветеран почти двух столетий войны стал легионером железных рук в христовом воинстве, до того, как о нем забыли. Его глаз коснулся свет. Через поле зрения пробежали льдисто-голубые цифры. Он попытался сфокусироваться на проплывающих перед взглядом строчках данных. Но обнаружил, что не может. В местах, где его плоть соединялась с аугметикой, зудела. Половина контактов была закорочена скремблером, к которому к устодии прибегли, чтобы его усмирить. Он начал разбирать по пунктам свое положение. У него не было оружия, кроме его собственного тела. При нормальных обстоятельствах не самая великая из проблем. Но его доспехи не были ему подконтрольны. И, по всей вероятности, страдали от нехватки энергии. Показатели функционирования его аугметики были гораздо ниже оптимальных. Даже если ему удастся заполучить контроль над своей броней, его боевая эффективность составит 59% от максимальной. «Это, конечно, предположение, что не существует никаких других ограничителей, удерживающих его на месте. Не забывая, что еще до того, как тебя послали на Теру, ты был слишком стар для фронта», — сообщил голос на заднем плане его мыслей. «Не забывая этого фактора». Затем еще имелся вопрос о том, с каким неприятелем он столкнется. Он вызвал из памяти услышанные голоса, прокручивая в голове их высоту и тембры. Никаких акустических признаков кустодиев. Но вокальный диапазон выходил за рамки человеческой нормы. Более низкий, с окраской голоса, обусловленной мышцами и системами, которых не было у смертных. В его рассудке сформировалось заключение, имеющее наименьшую вероятность ошибки. Космические десантники. Значит, у него были новые тюремщики. Но почему? Несущественно. Того, что они являлись космодесантниками, было достаточно, чтобы переиначить исход схватки. «Даже если я смогу двигаться, я, скорее всего, все же проиграю», — подумал он. Тогда в нем поднялась ненависть. Ненависть к тем, кто предал императора. Ненависть к тем, кто заключил его в тюрьму. Но больше всего ненависть к своей собственной слабости. Он не должен был сдавать до такой степени, что он мог приносить пользу лишь в качестве номинального представителя. Он не должен был позволять, чтобы его лишили свободы. Ему надлежало быть с остальными из своего клана и легиона. Когда они повергали предателя Хоруса. Ему надлежало. Он оборвал эту цепочку мыслей, обуздывая их и позволяя, чтобы их страстность наполнила его душу, но не давая ей притупить его логику. «Правда железо!» — парабормотал он сам себе. «Направляй меня!» Что-то заскребло по наружной стороне его шлема. Он застыл с напряженными, готовыми к действию мышцами. Вокруг его шеи зашипел газ. Глухо стукнули открывающиеся застежки. И его шлем поднялся вверх. Его глаза затемнились, когда в них хлынул свет. И на короткий момент все искрилось перед его взглядом, прежде чем обрести четкость. На него смотрело широкое лицо. Его сглаженные и утолщенные от мышц черты покрывало загорелая, бугрящаяся шрамами кожа. Это было лицо лучшего из лучших императора. Лицо космического десантника. От центра черепа воина сбегала вниз коротко стриженная полоска волос. Пара темных глаз, не моргая, наблюдала за Крием. Кри уставился на него в ответ своими линзами цвета индига, которые были вделаны в лицо, поделенное между изрубцованной плотью и хромированным керамитом. Он сидел на троне в центре ярусного помещения из камня. Его тело было обмотано цепями, которые соединялись с оковами на его запястьях и были зафиксированы на креплениях в полу. Стены помещения были черными и гладкими, с вкраплениями горного хрусталя, который искрился в свете притушенных газоразрядных сфер. Со стен свисали знамена. Их золотая, черная и багряная нить была изорвана дырами от пуль и опалена огнем. Купол потолка наверху был покрыт мозаикой из белых и черных плиток, образующих эмблему стиснутого кулака. Космический десантник, снявший шлем Крия, был одет в желтую броню с крестообразным символом на плече, исполненным черным по белому. Была в нем какая-то застылость, которая напомнила Крию о меморальных скульптурах, что стояли на страже могил почитаемых людей. «Имперские кулаки», — подумал он, — «притарианцы терры, ну конечно». Имперский кулак отшагнул назад, и Крий увидел второго, который стоял еще дальше и молча наблюдал за происходящим. Его броня была закутана в белый табор с черным перекрестом. Рука покоилась на навершии зачехленного меча. Крий посмотрел в суровые, холодные глаза цвета сапфира, не дрогнувшим взглядом. «Его бронями, лорд!» — произнес имперский кулак, стоящий над ним. «Мне следует ее активировать». «Борей!» — подумал Крий. Так его назвал другой голос. «Я бы не стал!» — сказал он и посмотрел вверх. «Борей встретился с ним взглядом. На его лбу начали формироваться зародыши хмурых морщин. «Если бы я был тобой, я бы тоже не снимал эти цепи». «Что?» «Потому что, если ты это сделаешь», — продолжил Крий спокойным тоном, — «то я убью вас обоих». Борей бросил взгляд на своего безмолвного товарища. Затем обратно на Крия. «Ты?» «Да, я знаю, кто он такой», — прорычал Крий. «Я не желаю верить в то, что ты предатель, — железная рука», — сказал второй имперский кулак. «Предательство!» — Крий медленно произнес это слово. «Скажи мне, если бы тебя погребли под горой, заточили бы рядом с теми, в чьих жилах течет кровь настоящих предателей, какие мысли ты лелеял бы во тьме? Чего бы ты пожелал тем, кто тебя туда заключил?» Фокусировочные кольца его глаз дернулись. «Если бы Сигизмунд, первый капитан имперских кулаков, сидел бы здесь, на моем месте, о чем бы думал он?» Глаза Сигизмунда сузились. «Я бы размышлял о том, каким образом мог бы лучше всего послужить империуму». «Правда?» — усмехнулся Крий. Сигизмунд продолжил, словно он этого не слышал. «Теперь, когда мы вышли за пределы Солнечной системы, лорд Дорн поручил мне передать тебе его приказы». Крий медленно покачал головой, не отводя взгляда от глаз Сигизмунда. «Мой меч следует приказам моего примарха и повелениям императора. Не твоим и не рогало, Дорна!» Борей рванулся вперед. Его каменные черты были изломаны гневом. Его рука уже была собрана в кулак. «Ты смеешь?» «Быстрый!» — отметил Крий. «Очень быстрый!» Но Сигизмунд двинулся еще стремительнее и положил руку на плечо Борея. «Спокойствие, Борей!» — произнес повелитель храмовников. Борей глянул на своего командира, и что-то передалось от одного к другому в этом взгляде. Крий открыл рот, чтобы заговорить. Сигизмунд его опередил. «Ферус Манус мертв!» Крий услышал слова. «Он ощутил, как они обрабатываются его мозгом. Он ощутил, как растекается по нему их смысл. Он ощутил. Он не ощутил ничего. Мгновение растягивалось, и по-прежнему ничего не было. Ни ощущения брони на коже, ни тупой боли в закороченной аугметике, ни пульсации крови в конечностях. Лишь нахлынувшая тишина до чувства падения. Словно во вселенной разверзлась дыра и заглотила его. Он падал, и была лишь пустота. И вверху, и внизу. «Ферус Манус мертв!» Слова раскатывались в его уме. Где-то в его воспоминаниях к нему вернулось суровое лицо, и неулыбчиво на него посмотрело. «А ты кто такой?» «Я Крий, первая вексила десятого легиона. Он тогда еще сглотнул сухой глоткой. Я ваш сын!» «Это так!» Сказал Ферус Манус. «Как?» Услышал он собственные слова. Сигизмун продолжал наблюдать за ним, как и раньше, без единого проблеска эмоций в глазах. Он пал в ходе контур-удара на иствани. «Когда?» «Это не ясно», сказал Борей. «Когда?» спросил Крий, чувствуя, как его губы расходятся во скал. «С тех пор, как мы услышали эту весть, прошло 240 дней», сказал Сигизмунд. Крий осмыслил число. Половина его разума восприняла его, как сухие данные. Вторая же взвыла. По всему его телу напряглись мышцы. Его броня заскрипела, загремели цепи. Все это время они знали. Они знали, и все же ничего не говорили до этого момента. Он выдохнул, унимая пожар, который расползался внутри, и почувствовал, как к нему возвращается некоторое самообладание. Имперские кулаки просто наблюдали за ним. Ферус Манус мертв. Нет, нет, это было невозможно. Они знали, и все же ничего не сказали. Мысли Крия кувыркались в распахивающейся пустоте его рассудка, пока его рот формировал слова. Что насчет остального контрудара? Мы не знаем, не наверняка. Сигизмунд сморгнул, и в первый раз оторвал взгляд от глаз Крия. Альфа-легион, повелители ночи, железные воины и несущие слова перешли к Хорусу. Вулкан пропал без вести. Коракс дал нам о себе знать, и он докладывает, что гвардия ворона потеряна, не считая тех нескольких тысяч, что он привел с собой. Крия чуть кивнул головой. Несколько мгновений назад эта новая информация повергла бы его в шок. Сейчас его оцепеневший рассудок просто впитал ее и осмыслил. В ушах звенел писк. Он сглотнул, но обнаружил, что кожа во рту суха, как бумага. Ферус Манус мертв. Он возвратится, найдет способ. Он горгон. Он железо, он не может умереть. Мой легион. Мы не знаем. Кто-то мог пережить резню. Кто-то мог не достичь системы Истван. Может статься, что множество их все еще остается где-то там, вовне. Сигизмунд сделал паузу и шагнул ближе. Этого-то и хочет от тебя, лорд Дорн. Чтобы ты разыскал любых своих братьев, каких только сможешь. Ферус Манус мертв. Он не оправдал наших ожиданий. Он нарушил узы железа. Он пал и покинул нас. Оставил жить дальше без него. И тогда доставь их обратно на Теру, чтобы держаться до последнего. Крий услышал фальшь в собственном смешке. Считанные единицы против грядущей бури. «Да», — сказал Сигизмунд. И Крий что-то заметил в синих глазах имперского кулака. Что-то темное и опустошенное мелькнуло, как тень в норе. «Ты согласен пуститься в это предприятие?» Крий отвел взгляд. Его глаза пощелкивали, изучая удерживающие его цепи, вбирая в себя каждую из отметин, оставленных при их ковке. Воздух отдавал холодным камням, ружейным маслом и пластинами брони. Ферус Манус мертв. Крий вернул взгляд на Сигизмунда и кивнул. Сигизмунд извлек свой меч. В этот момент Крий заметил, что запястье хромовника обвито цепями, которые соединяли руки и оружие. Затрещал разряд, поднимаясь вверх по клинку. И какую-то секунду Крий наблюдал за его пляской в глазах Сигизмунда. Затем меч ударил вниз, и цепи, которые удерживали Крия, распались со звонким шелестом. Борей ткнул в клавишу управляющего устройства на своем запястье. И Крий ощутил, как восстанавливается полноценная связь с доспехами, отзываясь покалыванием, бегущим вверх по позвоночнику. Он медленно встал, движения его брони и тела были скованными. Он посмотрел вниз, на оковы на своем запястье. К нему приблизился Борей, держа в руке латунный ключ. Но Крий подумал о том, что он подглядел в глазах Сигизмунда и махнул хромовнику рукой, чтобы тот отошел прочь, звякнув обороню разрубленными звеньями цепи. «Нет!» – произнес он, и снова повернулся к Сигизмунду. «Оставьте их!» «Как пожелаешь!» – сказал Сигизмунд, чуть кивнув головой. «Этот корабль называется «Связанный обетом», и он понесет тебя в твоих поисках. Борей полетит с тобой». Он стиснул кулак и поднял его к своей груди. «Надеюсь, что мы встретимся снова», – Крий Кадаранский. Крий тоже отсалютовал в ответ и проводил взглядом Сигизмунда, когда тот развернулся и вышел из помещения. Два. Крий смотрел на звезды. Их бледный свет сливался с двоичными рунами данных, чьи строчки проплывали перед его взглядом. Вокруг него двигались и шептались члены экипажа мостика, передавая друг другу бобины пергамента и информационные планшеты. За ними тянулись кабели нейроинтерфейса. Крий не сидел на командном троне. В конце концов, это был не его корабль. Равно как он и не командовал им по-настоящему. Вместо этого он стоял перед главными обзорными иллюминаторами мостика, слушая, наблюдая, ожидая. Точно так же, как дюжину раз до этого. «Вот он я, стою здесь», – подумал он. «В ожидании, что мертвые подудут голос из ночи». Его глаза пощелкивали, независимо от его воли, точно моргая. «Ферус Манус мертв». С того момента, как он услышал эти слова, минули месяцы. И все же они по-прежнему крутились в его мыслях и грезах наяву. Крий продолжал бодрствовать с тех самых пор, как они покинули Солнечную систему. Выстаивая здесь, на мостике, связанного обетом, когда тот выходил из варпа, слушая песни корабля, когда они шли через потустороннее царство, он пытался найти успокоение в кличе железа и калькуляциях цели, но покой ускользал от него всякий раз, когда он пытался его достичь. Он ожидал, что буря внутри него закончится, что холодный процесс логики заявит о себе и оставит его таким, каким он был раньше, с яростью в руке, но с железом в сердце. Вместо этого с каждым проходящим днем и затем с каждым проходящим месяцем он чувствовал, как в его сердцах растет пустота. Мы не были созданы для этого, подумал он. Когда нас выковывали, то отсекли все нужное для того, чтобы пережить это горе. Машина сильна и логика может распахнуть любую сферу понимания. Слова Ферруса Мануса обратились к нему из теней далекого воспоминания. Но они ничто без рук и умов живых. Мы существуем и подчиняем железо нашей воле, но металл может разломиться, механизмы отказать, а логика стать порочной. Жизнь – вот единственная верная машина. Отсеки слишком много и ты утеряешь себя. Помни это, Крий. Глаза Крия щелкнули, меняя фокус, и воспоминание потускнело. Он услышал позади себя пощелкивание и гул, знаменующее приближение Борея. «Двенадцать прыжков!» не оборачиваясь, произнес Крий. «Двенадцать раз мы мертво висели в пустоте, пока астропаты просеивали эфир в поисках любого следа моих собратьев. Двенадцать циклов безмолвия. Мы должны преуспеть, и неважно, сколько это займет, таков наш обед!» Крий кивнул, но не ответил. Борей шагнул ближе. Крий чувствовал на себе взгляд воина, но не отвернулся от своего созерцания звезд. «Когда Хорус придет, Терри понадобится каждый клинок для ее обороны», сказал Борей. «Ты уверен, что он придет?» «Так считает лорд Дорн. Почему?» «Как же иначе Хорус может надеяться победить в этой войне?» Крий пожал плечами и, обернувшись, посмотрел на Борея. Темные глаза глядели на него в ответ. Пронзительные, непреклонные и полностью лишенные эмоций. «Ты так уверен, что речь идет о победе?» спросил Крий. «О чем же еще?» Крий вернул взгляд на звезды. «Об изничтожении», произнес он. Мгновение тянулось в молчании. По мостику раскатился еще один усиленный голос. «Лорд Крий!» Обернувшись, Крий увидел капитана, связанного обетом. Кастерра был стар, его глаза сверкали яркой зеленью на лице, изрубцованным временем и ледяными ветрами инвита. Хотя он и был обычным человеком. Кастерра провоевал почти семнадцать десятилетий, служа имперским кулакам. И еще десятилетия перед этим. Империи кластера Инвид. Крепкий и уравновешенный, старый капитан напоминал колонну, созданную с расчетом на то, чтобы выдерживать большой вес. «Лорд!» после кратчайшей паузы произнес Кастерра. «У остропатов кое-что есть». «В чем состояла суть послания?» спросил Борей. Кастерра перевел взгляд с Крия на Борея и затем обратно. «Образ горы», сказал Кастерра. «Огромное жерло уходит вниз с ее вершины к ее сердцу. Сердце горы темно, его пламень давно остыл. Астропаты говорят, что их все еще гнетет греза об ее сердце. По их словам, она отдает кремнем и свинцом». Он помолчал. «Вторичная череда образов, метафора стандартного кода для системы в скоплении Аринат». Крий кивнул в знак благодарности и отвернулся. Борей ждал, наблюдая за ним. «Игнорак», наконец произнес Крий. «Так это называют рожденные на Медузе. Безмолвие гор, которые когда-то пылали и которые запылают вновь». «Что это означает?» спросил Борей. «Это призыв», сказал Крий. «Призыв на военный сбор». «Три Фетида лежала в тиши космоса, окутанная светом умирающей звезды. Связанный обетом висел на расстоянии, держа в узде энергию своего реактора, чтобы сражаться или спасаться. Крий разглядывал огромную черную тушу другого судна, пока грозовой орел покрывал дистанцию между двумя кораблями. Фетида была рождена в небесах Марса. Ее тушу от двигателей и до молотоподобного носа покрывала шкура из черного камня и неполированного железа. Она походила на город кузницу, отправленный плавать среди звезд. Ее раздутое тело было наполнено мастерскими, печами и складами. Последний раз, когда Крий ее видел, она была царицей в центре флотилии меньших судов. И вокруг ее причальных отсеков светлячками сновали огоньки транспортников и балкеров. Нынче же ее железная шкура несла отметины гигантских ран. Корпус потемнел от ожогов. На месте причальных отсеков зияли неосвещенные провалы. От крепости на ее хребте остались беспорядочные руины разрушенных строений. Пустые дыры орудийных стволов, массивы датчиков и иллюминаторы смотрели на звезды бок о бок с рваными воронками. Спроецированная изнутри на машинные глаза Крия, она глядела трупом, плавающим в черной воде. Она одна, подумал Крий. Увязывание данных с вероятностями в его уме вело к неопределенным выводам. Он убрал изображение фетиды, но оставил глаза слепыми к внутреннему пространству грозового орла. Их линзы были закрыты лепестками полированного металла. И темнота его мира нарушалась лишь светящимся водопадом постоянного потока данных. Он слышал, как где-то слева заскреб доспехами борей, сдвигаясь в своем магнитном удерживающем устройстве. Рокочащее урчание двигателей отзывалось в конечностях и броне крия тупой болью. Он предпочитал такое состояние. Предпочитал находиться внутри своих собственных мыслей. Это напоминало ему о времени, когда он еще не узнал о смерти своего отца, когда мир складывался из прямых линий логики и силы. Что происходит с легионом, когда умирает его примарх? Продолжали вихриться мысли в его голове, пока грозовой орел скользил к фетиде сквозь пустоту. Что случается с его сынами без его направляющей руки? Что станется с нами? Крий! Голос Борея прервал вихрение его мыслей. Крий встряхнулся и открыл глаза. Они достигли фетиды, осознал он. Грозовой орел уселся, заскрипев корпусом. Его двигатели и системы вздыхали, отходя ко сну. Борей стоял, глядя вниз на Крия, с этим своим, будто высеченным из камня выражением лица, которое нарушалось лишь для того, чтобы обнаружить венег. Свет, отблескивающий от брони хромовника, выхватывал орлиные крылья, выгравированные на золотисто-желтой пластине брони. Со спины Борея свисал черно-красный плащ, а череп на навершии его зачехленного меча подмигивал Крию глазами черного янтаря. «Готов к этому, Крий?» спросил он. И Крию на секунду показалось, что он видит в темных глазах воина проблеск какой-то эмоции. «Жалость?» спросил он себя. «Это все, что остается на нашу долю?» Он кивнул Борею, отстегнул магнитное удерживающее устройство и встал. Сервоприводы в его ноге засбоили, тело прострелило болью и сообщениями об ошибках. Он чертыхнулся про себя, но не позволил, чтобы это проявилось на его лице. После того, как они покинули солнечную систему, неисправности в его аугметике стали хуже, словно металл, присоединенный к его плоти, вторил трещинам в его душе. «Или отвергает растущую во мне слабость», подумал он, проверяя громовой молот на спине и прикрепленный к бедру болт-пистолет. «Я готов», наконец сказал Крий, и они развернулись лицом к опускающейся рампе грозового орла. Глаза Крия на секунду затемнились от яркости освещения, затем восстановили баланс. Их боевой катер стоял в центре круга прожекторного света, внутри, в остальном темной каверны. Крий повернул голову, обозревая гулкое пространство, которое простиралось во мрак по обеим сторонам. Палуба была покрыта штурмовыми судами, безмолвными и холодными, с отметинами повреждений на корпусах. Грозовые птицы, громовые ястребы и таранно-штурмовые корабли теснились вместе с судами дюжины прочих конфигураций. Он узнал раскраски саламандр, повелителей ночи, гвардии ворона, полков имперской армии и адептус механикум. Все было смешано в одну кучу, напоминая склад расхитителя помоек. Воздух был таким, словно его выдохнуло, из распахнутой заслонки топки. Их ожидали двенадцать фигур. Крий обижал их глазами, подмечая черную, покрытую царапинами и вмятинами броню, и обозначение пяти разных кланов железных рук. Доспехи каждого выглядели так, словно их ремонтировали снова и снова, всякий раз наращивая их объем. Крий не узнал никого из легионеров. Но с того дня, как его послали на Терру, прошло почти десять лет. И за это время сто тысяч лиц легиона могли существенно измениться. «Я Крий!» произнес он и услышал, как отдается эхом его голос. Когда-то был главой Кадарана и эмиссаром Ферруса Мануса в Солнечной системе. Он сделал паузу, поворачиваясь, чтобы указать на Борея. «Рядом со мной стоит Борей, хромовник семнадцатого легиона». «Я прибыл свистями и приказами от Рогала Дорна, притарианца Терры». Железные руки не шевельнулись и не отозвались. Крий нахмурился. «С кем я говорю, братья?» «Я Афанат», произнес голос, насыщенный статическими шумами. Лицом говорившему служил черный железный череп с дырчатой решеткой для рта. В его глазницах пылал холодный огонь голубого света. В верхнюю часть головы Афаната были воткнуты кабели. Их шлейф уходил в горжит его брони. Сами доспехи были мешаниной различных типов и моделей, спаянной в единое целое вокруг своего носителя. Крий отметил такие детали, как сутулые плечи, оканчивающиеся оружием руки, и вспомогательные поршни, видимые через проломы в пластинах на руках и ногах. К покрытой вмятинами броне пристали капельки жидкости, похожие на брызги дождя. «Я знаю твое имя, Крий Кадаранский», добавил Афанат. «Я служил под твоим началом на Яронексе. Немногие все еще числили тебя среди живых». Крий начал перебирать в памяти послужные списки и образы легионеров, и, наконец, обнаружил лицо строевого сержанта с глазами цвета стали. Если бы не имя, ему вряд ли пришло бы в голову, что это был тот же самый воин. «Каким кланам ротом вы принадлежите?» спросил Крий. «А от того, чем мы были, не осталось ничего». Афанат сделал паузу. Его слова завершило царапание статики. «Брат!» Крий обвел взглядом круг железных рук. «Те, кто стоит рядом с тобой!» Он снова отметил их неподвижность. Как и у Афаната, их доспехи блестели от влаги. «Почему воздух такой жаркий?» удивился он про себя. «Те немногие, что явились с полей бойни», сказал Афанат. «Теперь мы принадлежим Фетиде». Пауза тянулась несколько долгих мгновений. «Да, Крий Кадаранский, мы там были», произнес Афанат. Решетка его динамика испустила щелканье и треск. «И на Гагии, и на Сокресании, и на Огромесе». «Эти места мне неизвестны», сказал Крий. «Это место битвы, места отмщения и смерти, принесенной предателем», сообщил еще один из Железных рук, который стоял рядом с Афанатом. Крий поглядел на него. Лицо легионера было обнажено, без следа аугметики на нем, но сталь присутствовала в его взгляде. Его многослойную броню усеивали гнезда интерфейсных разъемов, а кабели, выходившие из основания черепа, свисали вниз, будто плащ и змей. Его губы были поджаты, и хмурая гримаса пропечатала свои морщины между штифтами выслуги на его лбу. «Я Фидий», сообщил он, словно бы в ответ на вопрос, который собирался задать Крий. «Я командующий Фитидой и ее хранитель». Крию помстилось, что он уловил какой-то промельк пристально взгляде Фидия. Возможно, это была краткая вспышка эмоций. Славно видеть среди живых еще одного из нашего рода. «Сколько здесь с тобой воинов из вашего легиона?» требовательно спросил Борей. Афанат медленно повернул голову и посмотрел на легионера имперских кулаков. «Наши силы стоят перед тобой, сын Дорна». «Так мало». Крий почувствовал, как разрастается свинцовый груз на его душе. Когда он последний раз видел Фитиду, она несла три тысячи воинов в полной боевой готовности. Прежде чем он успел совладать со своим умом, в воображении встала картина трупов, разбросанных под пламенеющим небом. «Сколько же их потеряно и лежит мертвыми рядом с нашим отцом?» «Рогалдорн просит, чтобы вы вернулись на Терру», сказал Крий, «чтобы держать там оборону вместе с нашими братскими легионами». «Просят», произнес Афанат, «или требуют», добавил Фидий. «Для защиты Тера должно собрать силы всех легионов», сказал Борей, делая шаг вперед. Крий мог видеть, как становятся резче морщины на лице хромовника. «Вы должны вернуться с нами, как говорит лорд Крий». «Лорд Крий», проурчал Афанат, кивая на разрубленные цепи, по-прежнему свисающие запястья Крия. «Чей он, лорд?» Борей дернулся ответить, но Афанат заговорил вновь. «Твоя сила давным-давно иссякла, Крий Кадаранский. Мы не возвратимся с тобой, мы не покажем спину тому, что лежит перед нами». «Что насчет сигнала, который вы посылаете в пустоту?» спросил Борей. «Военный сбор?» «Мы здесь», сказал Фидий. «А прочие выжившие, остаток легиона». «Мы не видели никого другого из легиона со времени резни», сказал Афанат. «До настоящего момента», пробормотал Фидий. В голове у Крия щелкнуло, детали встали на место, довершая схемы и отсекая возможности. В нем вырисовалось осознание. Он протяжно выдохнул и, несмотря на стреляющий в воздухе зной, вдруг ощутил потребность поежиться. «Сигнал это не призыв», произнес он. Борей повернулся к нему. «Это приманка. Мы завлекаем к себе наших врагов», кивнул Фидий. «Среди звезд ошиваются охотники», сказал Афанат. «Они сейчас ищут нас, как не переставали заниматься этим с момента нашего побега сыствана. Они услышат наши призывы, они знают о нас достаточно, чтобы понять их смысл. Они придут, и мы встретим их лицом к лицу». «С горсткой», спросил Борей, «Со всем оружием, которое только у нас есть», ответил Афанат. «Если бы вы имели численность в сто раз больше», сказал Крий. Затем покачал головой. «Вы здесь сгинете, братья». «Сгинете», эхом отозвался Афанат, отправляя слово катиться сквозь горячий воздух. «Как можете вы надеяться добиться здесь чего-то помимо вашей смерти?» И тогда Афанат засмеялся. Это был трескучий раскат, который прогромыхал в тишине, как скрижещущие шестерни. «Это больше не война под флагом надежды, брат. Это война ради отмщения, война на истребление». Он покачал головой. «Примарха не стало. С великим крестовым походом покончено, и вскоре придет очередь империума. Все, что имеет значение, это чтобы те, кто привел нас к этому концу, разделили наши могилы». Борей гневно взрыкнул. Крий услышал скребущий звук ножно-храмовника. Он развернулся и стиснул руку на рукояти полуизвлеченного меча, встречаясь глазами с пылающим взглядом имперского кулака. Он услышал, как со всех сторон пискливо завывают заряженные фокусировочные кольца и клацают предохранители волкетного и болтерного оружия, приводимого в боевую готовность. «Нет», произнес Крий, «здесь и сейчас твоя или их смерть не послужит никакой цели». Борей уперся в Крия взглядом. Его бесстрастное лицо служило оправой бешенству в его глазах. Крий слышал, как завывают сервоприводы его рук, силиясь удержать меч в неподвижности. Крий медленно разжал свою хватку и повернулся обратно к Афанату. «Прости нашего родича из седьмого, твои слова...» Крий замолк, его язык замер за раздвинутыми губами. Его глаза щелкнули и перефокусировались. Твои слова его удивили. «Ты не прав, когда говоришь, что смерть не служит никакой цели», сказал Афанат. «Смерть — это все, что сейчас есть». «Что сталось с этими братьями?» спросил себя Крий, когда Афанат отвернулся от него, скрипя и шипя броней. Фидий и остальные железные руки развернулись, чтобы последовать за ним. «Мы останемся с вами», объявил Крий. Борей поймал его взгляд, но промолчал. «Пока что». «Ты так говоришь, словно существовал какой-то другой выбор», заметил Афанат, уходя прочь. Четыре. «Безумие», выдохнул Борей. Крий не ответил. Они с Бореем стояли на мостике Фетиды, на гранитном полуострове. Который располагался под ее командным троном и над каньонами систем управления, наполненными сервиторами. Весь зал имел пятьсот метров в длину и был в половину меньше в ширину. Колонны, тянувшиеся ввысь, уходили к сводчатому потолку в ста метрах над палубой. С цепей свисали жаровни из черного железа, добавляя зарева тлеющих углей к холодным зеленым и синим цветам гололитических экранов. Безмолвные члены экипажа сидели за своими пультами, склонив головы. Из складок их темно-серых одежд змеились кабели, соединяясь с блоками аппаратуры. Между машинами привидениями двигались техножрецы в белых и красных одеждах. Даже в этом месте воздух был напитан неистовым жаром, пахло изношенным металлом и электричеством. Крию все это было не в диковинку, но в то же время вызывало тревожное ощущение, словно лицо друга, тронутое едва уловимыми шрамами. Фидий сидел в командном троне, возвышающемся за их спиной. Поверх космодесантника кишмя кишели кабели, связывая его с корабельными системами. Афанат и другие железные руки исчезли после того, как они покинули ангарную палубу, да так и не появлялись вновь. Кри вернул глаза на дисплей, показывающий пустое пространство вокруг Фетиды. Это был многогранник из голубого света, который вращался над постаментом из черного хрусталя. Через голопроекцию, центрированную вокруг Фетиды, плыли информационные румы, отслеживающие положение космических осколков. Связанный обетом находился вне поля зрения, в тени астероида, который медленно катился сквозь близлежащее пространство. Фидий велел Борею, чтобы тот приказал своему кораблю удалиться и хранить молчание, чтобы не случилось. Не требовалось озвучивать никаких угроз. Все и так понимали, что если связанный обетом не подчинится, он будет уничтожен. Борей отдал приказ. Крий медленно развернулся и посмотрел на храмовника. Борея окутывал заряд холодной сдержанности и сосредоточенной ярости. Они были как твердая и мягкая сталь, скованные вместе при выделке клинка. Те силы, что у них имеются, сгинут здесь, растраченные в пустую возлобление, произнес Борея. Они не намерены здесь умирать, сказал Крий после долгого мгновения тишины. Это не в нашем обычае. Они не похожи на тебя. Они не похожи ни на кого из железных рук, которых мне доводилось встречать. Да, подумал Крий, они похожи на другой легион или на тень, отброшенную прошлым. Им не было позволено покидать мостик, и на своем пути с ангарных палуб он таки и не увидел ни единого признака других железных рук. Лишь сервиторов да серфов, закутанных в истрепанные серые одежды. Он сделал глубокий вдох и снова спросил себя, почему же так жарко? Корабль с целым хозяйством каркасов штурмовых судов, но только с горсткой воинов, сказал Борей, позволяя словам повиснуть в воздухе. И теперь Афаната нигде не видно. Он посмотрел на Крия с мрачным лицом. Секреты, как будто следуя за нитью своих подозрений. Нет причины, сказал Крий. Борей держал его взгляд. Они остаются моими братьями, даже если они изменились. Мы остаемся роднёй. Мы остаемся сынами мёртвого отца. Мысль засела в голове, и он ощутил, как внутри снова поднимается волна опустошённости. Глядите! раскатилось по мостику и звук с динамиками. В голове у Крия тут же прояснилось, и он посмотрел вверх на командный трон. В воздухе снова прогрохотал голос Фидия. Они идут! Крий вернул глаза на гололитический дисплей. На краю проекции моргнули красные руны, отмечающие неприятельские корабли. Рядом с расползающейся кучкой судов начали формироваться названия. Сыны Хоруса, выдохнул Борей. Они даже не скрывают свои принадлежности. Они хотят, чтобы мы знали, кто они, сказал Фидий. Они хотят, чтобы, когда они нас уничтожат, мы знали, что это были они. В этом они не изменились. Крий прочел сведения, сыплющиеся из вражеских судов. Он узнал их всех. Три корабля имели стреловидные корпуса в обшивке из бронзы и адамантия цвета морской зелени. Они были рождены в кузницах арматуры и презентованы Хорусу Желеманом. Повелитель ультрадесанта назвал свои подарки ударом копья, волком хтонии и расцветной звездой, и мало какое судно могло состязаться с ними в скорости и свирепости. Четвертый корабль большего размера и с более сглаженными очертаниями имел прошлое, которое тянулось вглубь веков к первым воинам за рубежами лучей солнца Терры. Император окрестил его детищем смерти, и он все еще носил это имя в предательстве. Две тысячи легионеров пробормотал Крий, подсчитывая возможную численность. Если нам повезло, то у них будет некомплект. Они стреляют, крикнул Борей. Крий увидел, как от четырех кораблей отделяются расходящиеся значки. К ним неслись группы торпед. Двенадцать секунд до удара объявил одетый серый член экипажа. «Почему вы не стреляете в ответ?» выкрикнул Крий. Фидий не сказал ни слова. По мостику разнеслось нарастающее цоканье машин. Экипаж гнул спины на тысячи задач, но орудия фетиды продолжали молчать. «Вы должны!» Мостик качнуло от первых разрывов. Крий пошатнулся и восстановил равновесие. Один за другим зазвучали сигналы тревоги. Взметнулось рыжее пламя. Воздух наполнился вонью обугливающегося мяса. Члены экипажа сгорали на своих постах. Их крики терялись в какофонии звуков. В пространство мостика начал поступать белый газ. Фидий был неподвижен в своем троне. Крий спросил себя, осознает ли тот вообще, что происходит перед ним? Или его подключенный к интерфейсу ум видит сейчас лишь тьму за бортом? По судну пронесся еще один удар. Палуба накренилась. На секунду исчезла сила тяжести. Тела смертных взлетели в воздух. Кабели вырывались из плоти. Наружу брызнула кровь. Ее капельки разбивались на шарики, зависающие в воздухе. Крий поднялся с палубы вместе с остальными, закувыркавшись вверх тормашками. Затем гравитация включилась обратно. Он рухнул вниз, покатился и поднялся на корточки. Борей обнаружился рядом, уже на ногах. Вокруг них в дыму и пламени царил хаос. «Нам надо найти афаната», выкрикнул Крий. «Если Фиди не станет слушать, то он должен. Им нужно бежать, пока их не смяли». Борей бросил взгляд на окружающий хаос и кивнул. Они дружно поднялись с палубы и бросились к двери. За их спинами продолжали кричать тревожные сирены. 5. Сидя в командном троне Фитиды, Фидей с гневом ощущал, как содрогается его корабль. Фитида истекала кровью по всему корпусу. Свежие дыры в ее изрубцованной шкуре брызгали газом, плазмой и машинными жидкостями. Он ощущал каждую волну повреждений, как вспышку боли, пронзающую то, что еще оставалось от его плоти. Невелика цена, ерундовина, в висящей перед ним голопроекции плавали красные отметки вражеских судов. Они стремительно приближались. Развернуться им навстречу, произнес он, поддать мощности двигателям. Секунды позже он почувствовал, что корабль начинает повиноваться. Сработали новые сигналы тревоги и были отключены членами экипажа и адептами, присутствовавшими на мостике. Те были не настолько глупы, чтобы оспаривать приказ. Это будет такой огненный ураган, что будет здорово, подумал он. Возможно, наш последний. Он поежился в своей броне. Нет, эта война для нас еще не закончена. И нипочем не закончится, пока у нас еще есть силы. Вражеские цели 30 секунд до входа в пределы досягаемости артиллерии, объявил потрепанный офицер-сигнальщик. Фидий даже не кивнул, он уже знал и мог видеть, как иссякает, сходя на нет, дистанция до трех кораблей сынов Хоруса. «Начать обряды», сказал Фидий, перекрывая шум мостика. «Пробудите их!» Шесть. Кри встал, завидев двери. Его кожа пошла мурашками, дыхание сперло в горле. Позади него остановился Борей, поднимая глаза, чтобы отследить высоту дверей, уходящих во мрак наверху. Щербатый адамантий был покрыт конденсатом. Воздух был очень горячим, словно они стояли рядом с огнем. Лужа, скопившаяся на пороге, курилась паром. Черное зеркало ее поверхности нарушалось лишь сотрясениями от космической схватки, которая крушила корабль. Трия захлестнула ощущение, что это место дожидалось, чтобы он его нашел. Они обнаружили его случайно, бегая пустынными коридорами фитиды. Они чувствовали, что корабль сотрясает в битве, и видели, как тускнеет и моргает освещение, но не нашли никаких признаков афаната. Затем двери просто оказались в этом месте, нависнув над их головами. «Оружейный склад», сказал Борей. Крий покачал головой, но промолчал и двинулся вперед. Лужа на пороге заколыхалась вокруг его ботинок. Помещение по ту сторону дверей когда-то было оружейным складом, припомнил он. Но оружейный склад не запотевает от конденсата, произнес он, как и не наводняет жарой целый корабль. Он медленно поднял свою металлическую руку, протянул ее, затем замер в миллиметре от того, чтобы коснуться дверной поверхности. «Мы должны продолжать поиски», сказал Борей. Квий покачал головой. В его рассудке стрекотала логика, работая быстрее и четче, чем когда-либо с тех пор, как он покинул Теру. Выводы плясали почти в пределах досягаемости, ожидая данных, чтобы отбросить лишние версии. И через все его мысли красной нитью проходила уверенность, что все ответы находятся по ту сторону стоящих перед ним дверей. Он чуть сдвинулся вперед, Борей протянул руку, чтобы оттащить его назад. Крий прижал ладонь к металлу, усеянному бусинками влаги. Он ощутил контакт, как горячее покалывание, которое распространилось по его нервам. По дверям светящимися линиями разбежались контуры электрических цепей. Слязгом разблокировалось что-то невидимое. Крий отпрянул. На поверхности дверей появилась щель. Она медленно расширялась. С той стороны на них воззрилась тьма. 7. Неприятель открывает огонь, объявил офицер-сигнальщик. Взревели тревожные сирены. Фиди ждал, отсчитывая временные интервалы, наблюдая за вражескими кораблями в голопроекции. Они, конечно же, не бросились прямо на Фетиду. Для этого сыны Хоруса слишком хорошо знали военное дело. Два из четырех кораблей, удар копья и волк хтонии, ускорялись по прямой, в то время, как рассветная звезда и детища смерти, выписывали широкие дуги, чтобы зажать Фетиду в клеще своей огневой мощи. Они собирались излупцевать ее торпедами и затем приблизиться, чтобы взять судно на абордаж. Фидий был в этом уверен. Несмотря на изменения, привнесенные временем и предательством, в глубине души сыны Хоруса все еще оставались волками. Сейчас они будут вести себя, как эти хищники, действуя стаей, калеча и загоняя в угол свою добычу, перед тем, как нанести смертельный удар. Пустотные щиты Фетиды ударили макроснаряды. Сначала один, потом второй, затем они посыпались градом. Фидий смотрел, как срывает щиты. Гигантские радужные мазки энергии сверкали на краю его восприятия. В нос Фетиды ударил стометровый плазменный шар, и корабль содрогнулся. Оторванным с трупом закувыркался прочь раскаленный добела кусок брони. Фидий не отводил взгляда от центра голопроекции, от значков вражеских судов. Корабль сотрясался всем корпусом, продолжая свой нырок в сплошную стену неприятельских выстрелов. Он он ощутил, как процедуры пробуждения начинают оттягивать энергию от второстепенных систем. Реакторы взвыли предупреждениями о недостатке питания. Если бы численности экипажа все еще хватало, чтобы приставить людей к орудиям, для их включения не достало бы мощности. Приготовиться к запуску, произнес Фидий. Двери зашипели, закрываясь за их спинами. Крий стоял во тьме. Его глаза щелкали и жужжали, выискивая любые клочки света. Незащищенную кожу его лица начал кусать холод. Температура ниже порога, требуемого для поддержания жизнедеятельности, щелкнула в его уме. Непосредственная угроза отсутствует. Тишину прорезал скрежет стали. Борей извлек свой меч. Глаза Крия переключились в режим тепловидения. Холодно, голубое и черное. Холодно, безмерно и неимоверно. Через его линзы проплывали строчки данных. Он не обращал на них внимания, пытаясь различить хоть какие-то узнаваемые очертания в голубых кляксах во мраке. «Направленный свет», прошептал он. И его глаза зажглись, как мощные фонари. Участок перед ним был заставлен аппаратурой, чьи ряды уходили во тьму, заполняя пространство, которое когда-то вбирало в себя грозовые птицы и танковые батальоны. Штабели цилиндров и плоские прямоугольные контейнеры стояли, окруженные хитросплетением труб. На чистом куске пространства перед дверями располагалось низкое возвышение из полированного железа. Над его поверхностью, на расстоянии где-то в ширину пальца от нее, парил скипетр, сделанный из отфрезерованного и полированного металла. Возвышение и устройство в виде скипетра были единственными предметами, казавшимися свободными от иния, который покрывал все остальное в помещении. Искусственная регуляция температуры пробормотал Крей, ведя лучами своих глаз через мрак. Это помещение переустроили, установили это оборудование. В этом причина высокой температуры на судне. Тепло, отводимое отсюда, должно куда-то уходить. Секреты, прорычал Борей, с присвистом выпуская белый пар сквозь стиснутые зубы. Крей сделал вдох, первый раз обращая внимание на то, чем отдает стоячий воздух. Его обонятельные рецепторы затопило нотками машинного масла и антисептика. Его логические умопостроения пришли к неопределенным заключениям, и он непроизвольно щелкнул фокусировочными кольцами глаз. Он шагнул вперед. Его механические сочленения и броня скрипели на морозе. Он осторожно миновал возвышение. Ближайший агрегат нависал над ним, сверкая в ледяной шкуре. Он стоял чуть в стороне от остальных, точно генерал во главе армии. Точки при соединении трубок и труб к верху и бокам агрегата покрывала шуба из замерзших жидкостей. Крей поднял руку перед собой, растопырил свои металлические пальцы и коснулся поверхности. Металл звякнуло металл. Тактильные датчики загудели, сообщая его холодному рассудку. Адамантиевая структура с малой толикой серебра и других неизвестных элементов. Слабая пульсация отзывалась тупой болью в его пальцах. Он повел рукой, отслеживая ими металлическую поверхность, пока они не наткнулись на заросший инеем хрусталь. Он замер, потом отпрянул. Там что-то было. Он мог это видеть сквозь крошечное окошко, которое его пальцы расчистили во льду. Что это? Голос Борея казалось, взлетел вверх и исчез во мраке. В голове Крия щелкали вычисления, следуя маршрутами умозаключения и вероятности, формируя выводы. Это могильник, тускло прошелестел Крии. Он медленно поднял руку еще раз и соскреб со стекла иней. Его глаза пролили свет в пространство по ту сторону. На него смотрел железный череп. Ум Крия впал в ступор. Данные по-прежнему проплывали перед его взглядом, но он больше не уделял им ни малейшего внимания. В ушах звенело. Из своего ледяного кокона на него смотрел замороженный Афанат. Как можете вы надеяться добиться здесь чего-то помимо вашей смерти? Услышал он свой собственный вопрос, отдающийся в его уме, и ответ Афаната, донесшийся из глубины памяти. Это больше не война под флагом надежды, брат. Это война ради отмщения, война на истребление. И с этим воспоминанием пришло неизбежное заключение, вытекающее из накопленных данных. Кибернетическое воскрешение выдохнула логика в его уме. Афанат мертв, они все мертвы, они вышли из этого сна, чтобы поприветствовать нас, когда мы прибыли, и затем вернулись в его объятия. Они повернули ключи от царства мертвых. Нет, услышал он слово, бессильно слетевшее с его собственных губ. Нет, это запрещено. Наш отец запретил нам отпирать те врата. Ферус Манус мертв. Кри не мог пошевелиться. В голове крутились обломки мыслей. Его глаза прикипели к этим контейнерам гробам, которые рядами уходили вдаль. Стоя под своими саванами из Иния. Их были сотни. Палубу под ногами тряхнуло. С далекой вершины потолка просыпался отколотый лед. Фикида была внутри сферы битвы. Смерть это все, что сейчас есть, Крий. Палубу снова тряхнуло. По всей длине помещения зажглись голубые огни. И передняя часть контейнера разошлась надвое с глухим треском, который эхом раскатился по залу. Из решеток и труб излился газ. Крий смотрел не отрываясь. Его глаза все еще продолжали светиться. Вспыхнул меч Борея. Еще один раскат треска и Афанат шагнул на свободу. Палуба звенела под его поступью. Вместо мышц ходили поршни. Его оружие сбрасывало свои ледяные чехлы. Приходя в боевую готовность, он постоял так секунду. Его сочленения пыхали паром, сервоприводы пощелкивали. Затем он посмотрел на Крия. Его глазные линзы светились голубым. «Теперь ты видишь, Крий!» проскрежетал Афанат таким голосом. Точно дробилось на куски стылое железо. Его деактивированный силовой кулак сгреб скипетр с возвышения. Крий мог разглядеть руны медузы, которые бежали кольцами по поверхности устройства. И все они сейчас светились тусклым светом. Он едва ли не ощущал привкус экзотических энергий, заключенных в его сердцевине. Вот теперь ты понимаешь. Девять интерфейс соединения выливали в Фидия страдания фетиды, и он чувствовал, как его плоть колотит от симпатической боли. Во рту была кровь, и еще больше ее сворачивалось на внутренних поверхностях его брони. Слабость прорычал он сам себе и заставил свой ум сосредоточиться. Удар копья и волк хтонии уже пронеслись мимо фетиды и теперь резко разворачивались, стреляя на повороте. Ее заднюю часть начали полосовать турболазеры, врезаясь вглубь и прожигая себе путь в ее нутро. Рассветная звезда и детище смерти приближались, их носовые и спинные орудия молотили в борты фетиды. Фидию представилось, что он может ощущать, как его собственная плоть поджаривается вокруг имплантированных гнезд разъемов. Все было так, как ему и полагалось, но вместе с тем ужасно неправильно. Штурмовые катера стояли на готове, абордажные торпеды только и ждали, чтобы войти в пусковые трубы, но пробужденным мертвецам еще только предстояло их наполнить. Им уже полагалось бы хлынуть на нижние палубы кораблей 16-го легиона. Но они слишком замешкались, или же процессы пробуждения не увенчались успехом. К этому моменту Афанат уже должен был пробудить остальных от их сна. Фидий попытался подать ему сигнал, но единственным ответом был треск статики. Им нужно было произвести запуск, им нужно было ударить по атакующим их кораблям сейчас. У них не было орудий, от них была отведена вся энергия, чтобы держать мертвецов в спящем состоянии и чтобы бросить Фитиду в битву. Все искажалось перед глазами. Он поборол вязкую волну тумана в своей голове. Им требовалось время, если бы они смогли протянуть еще чуть-чуть. Вывести нас поверх них, приказал он. Двигатели напрягли все свои силы. В сознании Фидия начали скапливаться поступающие доклады. Если им удастся зайти по дуге над плоскостью вражеской атаки, то когда пробуждение завершится, они могут нырнуть обратно в ураган выстрелов. Они все еще могут добыть себе этот миг отмщения. Его разум спешно переделывал расчеты. Они все еще могут это сделать. Они могут. Веерные залпы, которые синхронно произвели рассветная звезда и детище смерти ударили Фетиду в хребет. По ее надстройке прокатилась взрывная волна. По всему внешнему корпусу разлетелись в дребезги купола. Стометровые шпили закувыркались в вакуум, как щепки от сломанного копья. Фидий впился пальцами в подлокотники трона, не давая себе упасть. Он ощутил запах горелого. Что-то, лопнувшее глубоко внутри его тела, сейчас запекалось в жаре его раскаленных машинных соединений. Его глаза сфокусировались на голопроекции сферы битвы, на пульсирующем зеленом значке, связанного обетом, прячущегося в тени астероида и, по-видимому, забытого всеми. Им требовалось выиграть время, неважно какой ценой, или от их смертей не будет никакого проку. Закряхтев от усилия, он открыл воксканал дальней связи. «Помогите нам!» прокаркал он окровавленными губами. В течение секунды ничего не менялось. Затем, связанный обетом, пришел в движение. Показатели реакторов заполыхали в полную силу, выводя корабль в границе сферы битвы. Он набирал ускорение, его двигатели пылали, как плененные солнце. Фидий видел все это и, тем не менее, понимал, что этого недостаточно. Связанный обетом еще не вышел на дистанцию стрельбы. Не успел Фидий об этом подумать, как удар копья завершил разворот, уходя в занос от набранного импульса. Его орудия зафиксировались на фитиде, в заднюю часть корпуса вонзились жгучие энергетические лучи. Из ран засочился расплавленный металл. Лучи вгрызались все глубже и глубже, и пластины брони уже начинали светиться от нагрева. Десять. Что вы наделали? Голос Крия звонко раскатился в ледяном воздухе, перекрыв даже грохот битвы за бортом. Афанат не ответил, однако оглянулся на ряды обледеневших контейнеров. И тогда Кри это ощутил. Трепет в воздухе, похожий на дыхание, сдобренное статикой. Он открыл рот, чтобы продолжить, но Афанат заговорил первым, лязгая поршнями и шестернями своего массивного тела. Со временем логика отказывает. Ты это заметил? Чистый поток данных и рассуждений, он просто иссякает спустя какое-то время. Ты продолжаешь свои попытки понять, договориться с реальностью о том, что случилось, но понимать нечего и договариваться не о чем. Вы путь железа, логика машины. Они предназначались для того, чтобы сделать нас сильными, чтобы возвысить над плотью. Афанат сделал паузу. И когда его голос раздался вновь, в его мертвом электрическом гудении звучала ярость. Но это была ложь. Железо может разлететься на куски. В логике могут быть изъяны, а идеалы могут не оправдать ожиданий. Что ты такое? потребовал от него Борей. И Крит бросил взгляд на Хромовника. Тот так и не шевельнулся. Но в его неподвижности чувствовалось сдерживаемое бешенство. Афанат медленно перевел на него взгляд. Я истонский мертвец. Легионер из несущих слова снес мне когтем пол черепа. Я пал, как и столь многие из нас. Фидий забрал меня с поля битвы. Меня и стольких сколько смог. Наша плоть отказала и наше геносемя сгнило в наших трупах. Но того, что от меня осталось, было достаточно. Афанат поднял скипетр и начал глядеть на информационные руны, покрывающие его поверхность. Он знал секреты эгитских протоколов из карказановой рецептуры, устройств и процедур времен Древней ночи, которые наш отец держал в недоступном для нас вместе. Фидий создал меня заново и дал мне вторую жизнь. Жизнь льда и железа. Долгое время я не мог вспомнить, кем я был. Но в конце концов часть прошлого вернулась. Это редкость. Большинство этих пробужденных мало что помнит. Афанат поглядел в сторону контейнеров, которыми было заставлено помещение. Но все помнят, что значит ненавидеть. Примарх запретил «Вы являетесь», прорычал Крий. «Ферус Манус!» «Пал!» негромко произнес Афанат. «Я это видел, брат. Наш отец умер на моих глазах». Крий ощутил, как по телу разливается холод. Его ум больше не функционировал как следует. Он был не в состоянии рассуждать. Он мог лишь ощущать, как лед образует свои занозы в его плоти и аугметике. Ферус Манус пал. Он не оправдал ожиданий. На его рассудок накатывала тьма, разрастаясь грозовым фронтом, колокоча гневом. Он покинул нас. Так что остается от его власти теперь? Афанат глядел на него, кивая. Его глаза были голубыми солнцами, сияющими в его железном черепе. Да, произнес Афанат, теперь ты это понимаешь. Значит вот что оставил нам наш отец. Не логику, не интеллект, но ненависть. Таков урок, преподанный его смертью. Это будет последняя война. Война, ведущаяся ради отмщения, а не из соображений рассудка. Ничего другого не существует. Ни приказы, ни обеты уже ничего не значат. Ты знаешь, что это так кри. Ты не можешь этого отрицать. Я зову это предательством, взревел Борей. Кри увидел, как меч хромовника прокручивается размытым пятном молнии и полированного металла. Клинок ударил по кисти Афаната, вгрызаясь на глубину и разбрызгивая кровь и масло. Скипетр упал на палубу. Борей ударил снова, вращая клинок над самой палубой, чтобы подрезать ногу легионера железных рук. Афанат упал, и Борей занес меч над головой для смертельного удара. Крис реагировал, даже не успев ни о чем подумать. Его пальцы стиснулись вокруг предплечья Борея. Хромовник имперских кулаков без малейшей заминки развернулся, стремительный как хлыст. Крутящий момент оторвал Кри от палубы, и он завертелся в воздухе, рухнул на землю, покатился и начал подниматься, чтобы потом встретиться с бронированным ботинком, опускающимся на его грудь. «Еретик!» выплюнул Борей. Кри услышал это слово, почувствовал, как оно ранит, в то самое время, как ботинок Борея врезался в его нагрудник. Удар сотряс все его тело, но он успел заметить краем глаза, как Афанат поднимается на ноги, протягивая руку за скипетром. Борей уже разворачивался, за его мечом тянулся молниевый разряд. «Нет!» выкрикнул Крий и бросился вверх. Он ударил Борея плечом, и они оба повалились. Крий ощущал, как поле клинка Борея выжигает лак на его броне. Они ударились о палубу с глухим треском. Борей уже извивался под ним, все еще сжимая свой меч. Палуба сотрясалась, сотрясалось все помещение. Борей ударил вверх свободной рукой, впечатывая ее в лицо Крия и сминая металлическое гнездо, окаймляющее его левый глаз. Поле зрения Крия пошло паутиной трещин. Борей высвободился, затем перекатился и встал. Острие его меча светилось. «Я паду здесь», подумал Крий. «Как наш отец, я паду под клинком потерянного друга». Он глядел в холодные, безжалостные глаза Борея и чувствовал, как его плоть захлестывает облегчение. Сломанные шестеренки логики в его рассудке бездействовали. Меч Борея потрескивал с вожделением палача. Он вознесся высоко над Крием, сияя полосой грозы, и вонзился вниз. Афанат, появившийся из тумана под виск поршней, ткнул Борея наискосок в левое плечо. Хромовника развернуло от удара. Крий чувствовал разливающийся по телу холод, словно тающий лед этого зала добирался до его нутра. Казалось, что ход времени замедлился до тонкой струйки, до угасающего пульса. Крий смотрел, как Афанат подступает для второго удара, и осознавал, что мертвый он или нет, но его собрат по легиону не выживет в этой стычке. Афанат обладал стремительностью, какую может иметь лишь космодесантник, но Борей был быстрее. Потерявший устойчивость, имперский кулак обратил свое спотыкающееся движение в удар, и острие его клинка взрезало кабели и поршни под мышкой у его противника. Крий увидел, как сверкнула жидкость, черная в голубом свете. Афанат начал поворачиваться, но Борей уже вытягивал свой меч обратно для смертельного удара. Крий поднялся на ноги, его конечности сковывала боль, из него хлестала кровь, в груди разливался холод. Он продвинулся на шаг вперед, вытягивая из-за спины молот. Борей сделал выпад, кончик его меча встретился с уже ослабленной броней под мышкой Афаната. Крий ощутил, как включается молот в его руке. Взгляд туманила темная пелена. Борей выдернул свой клинок наружу, раскрыв грудь Афаната. Крий взрывел. Борей развернулся, и их взгляды встретились. Удар молота Крия раздробил пластрон Борея и подкинул его в воздух. Хромовник врезался в палубу и не поднялся. Покачиваясь под шипение недовольных сервоприводов, Крий поглядел на Афаната. Легионер железных рук лежал на палубе. Его туловище было вскрыто, обнаруживая металлические компоненты, которые пощелкивали среди обмороженной плоти его груди. Кровь и масло образовали вокруг него лужу с темной зеркальной поверхностью. Крий услышал жужжание собственных глаз, пытающихся навестись на фокус. Палуба зашаталась, и внезапно цепенящий холод, который он чувствовал в груди, окутал все его тело. Он посмотрел вниз на темную жидкость, покрывающую его туловище и ноги. Она била толчками из широкой раны в его бедрах. Он упал на колени, видя, как палуба встает ему навстречу. Он встретился взглядом с умирающим афанатом. В этих глазах не было ни печали, ни жалости. «Мертвецы должны пойти», прохрепел афанат. «Ради отмщения. Мы помним, мертвые помнят». Его голос умолк, дыхание булькало статикой. Его глаза потускнели, в их глубинах мелькнуло последнее искренне покорство, и затем они стали пустыми. Кри медленно повернул голову. Перед глазами все расплывалось, превращаясь в группы пикселеобразных квадратов. Он чувствовал пустоту внутри, ту самую пустоту, которая была там с тех пор, как он услышал о смерти своего отца. Она распахнулась, приветствуя его. Боли оцепенения наваливались скопом при каждом медленном движении. Скипетр лежал на палубе, в том самом месте, где он выпал из руки Афаната. По его светящимся рунам была размазана кровь. Крий дотянулся до устройства, стиснул его в руке и поднял с пола. Ощущение было такое, словно он схватился за разряд молнии. Феррус Манус мертв. Его глаза уже не фокусировались, но пальцы нащупали руны, которые были вырезаны по всей длине скипетра. Как и мы все. Он повернул каждое из колец. Мы призраки умерших, оставшиеся в гибнущих землях. Его пальцы нашли кнопку запуска. И все, что осталось на нашу долю, это отмещение. Позади него, хрустнув расколовшимся льдом, открылся еще один контейнер, затем еще и еще. Фигура за шаркающей фигурой неуклюже ступили на палубу. Кри успел почувствовать, как пульсирует скипетр, прежде чем тот выскользнул из его пальцев. Тьма протянулась ему навстречу. Она была теплой и отдавала железом, как вынутый из огня металл, как плоть и кровь. Последним, что Крий увидел перед тем, как вокруг него сомкнулась ночь, были его мертвые собратья, марширующие на войну, и лед, осыпающийся от их поступи. 11. Фетиду крутила веретеном. Ее двигатели цеплялись за пустоту в попытке восстановить контроль. В корму дышали вражеские суда, стянувшиеся к своей добыче. По всей поверхности их корпусов распахивались темные зевы пусковых отсеков, но в то время, как их собратья выходили на абордажную дистанцию, рассветная звезда и детище смерти продолжали вести огонь. Макроснаряды взламывали внешний корпус Фетиды, а плазма расширяла раны, готовя дорогу воинам, ожидающим в десантных модулях коготь ужаса и штурмовых катерах. Сейчас расстояния были малы. Вся схватка была втиснута в сферу битвы диаметром не более тысячи километров. Сынам Хоруса казалось, что смерть Фетиды неотвратима, но в то самое время, как отдавался приказ высадиться на раненый корабль, ситуация изменилась. Связанный обетом ворвался в бой точно брошенный кинжал. Полотнище света, протянувшееся от корабля имперских кулаков, ударило в рассветную звезду. Пустотные щиты не выдержали, полопались, как водяные пузыри с маслянистыми разводами. Связанный обетом выстрелил снова, резко наращивая ускорение. В корпусе неприятельского судна прорвались плазмоводы, затапливая отсеки энергии, раскаленной до солнечных температур. В машинных отделениях закричали тысячи людей, чья кожа сгорала в этом пекле. Рассветная звезда содрогнулась. Размазывая пламя по черноте космоса, она начала разворот, чтобы навести орудие. У связанного обетом с его наполовину истощенным энергозапасом все еще оставался один вид оружия. Высоко в башне корабельного мостика капитан Кастерра кивнул сервитору в люльке из клубка кабелей запустить торпеды. Ракеты скользнули в пустоту. Их внутренние маневровые двигатели, зажегшиеся при входе в вакуум, помчали их впереди связанного обетом. Каждая имела размер с жилую башню улья, а ее боеголовка была артефактом, преподнесенным в дар Рогалу Дорну жречеством адептус механикум Марса. С подбитой рассветной звезды стеной поднимались наряды перехватчики. Торпеды за торпедой взрывались, не успев достичь своей цели. Затем одной удалось проскользнуть. Она ударила рассветную звезду высоко в борт и вонзилась глубоко внутрь боевого корабля. Рассветная звезда продолжала разворачиваться, окруженная дымкой обломков и мерцанием отказывающих пустотных щитов. Затем вихревая боеголовка торпеды взорвалась спиралью неонового света и ревущей тьмы. От рассветной звезды практически ничего не осталось. Ее корпус превратился в осколки, разодранные изнутри сверхъестественными силами. На осталась светящаяся рана, завывающая немыслимым звуком. Затем она схлопнулась в ничто. Оставшиеся корабли 16-го легиона дрогнули в своем напоре. Удар копья сошел со своего курса на перехват Фетиды и развернулся к связанному обетам. Остальные сбросили скорость, перекидывая энергию на щиты и орудия. Этой передышки хватило. Фетида оторвалась от атакующих ее кораблей, заходя над ними по пылающей дуге и нырнула обратно в испятнанный адским пожаром вакуум между своими врагами. 12-ть Фидий смотрел из своего трона, как вражеские корабли встают ему навстречу. Волк Хтоний и Детище Смерти стремительно поворачивались, пытаясь навести свои орудия. Фетида продолжала свой нырок. От ее бортов отрывались осколки брони размером с боевой титан. В кильваторе клубились текущее пламя и пылающий газ. Развернувшись, неприятельские суда открыли огонь, усеивая Фетиду взрывами. На краю схватки связанный обетом развернулся к приближающемуся удару копья, выстраиваясь на одну линию с врагом. Оба корабля открыли огонь, их щиты лопнули и носы судов запузырились огненными волдырями. Затем корабли пронеслись мимо друг друга, ведя обстрел цепочкой последовательных залпов. Брюхо удара копья было разодорано снарядами макропушек. Волна их детонации смела прочь решетчатые фермы и сенсорные тарелки. Связанный обетом принял ответный огонь на свой незащищенный корпус. Пылающая плазма попала в зияющий ствол батарейной пушки, вызвав детонацию снаряда в казеннике и весь борт корабля внезапно начало разносить взрывами. Он начал уходить в штопор. Двигатели продолжали мчать его дальше, пока пожары на палубах пожирали его изнутри. Фиди на мостике Фетиды молча выслушал последние сигналы связанного обетом. Вокруг него горбатились над своими задачами сервиторы и члены экипажа, бармача на бесстрастном языке двоичного кода и диалекте медузы. В глубинах складок собственного мышления он смотрел, как отчетливо и ярко сияют данные с его корабля. Индикаторы повреждений вопили насыщенным красным цветом. Значки, показывающие выходную мощность двигателей, настойчиво вспыхивали. Он знал, что все это означает. Он почти что ощущал это в своем теле. Они были на грани смерти и внутри и снаружи. Сейчас это было неважно. На краю его сознания набирали силу голоса мертвецов. Одни монотонные и человеческие, другие невнятный машинный код. Мертвые шагали на войну, и это все, что сейчас имело значение. Сотни их изливались из ледяного сердца Фетиды, чтобы наполнить ветхие штурмовые катера и абордажные торпеды. Феди ждал, омываемый криками своего корабля и шепотом своих братьев. Фетидов вклинилось между волком хтонией и детищем смерти. Из обоих кораблей полоснули новые энергетические залпы. Фетидо содрогнулось, и воздух, пропитанный вонью горящего металла, наполнился воплями двоичного кода. Сидя в клубке кабелей своего трона, Фидий ощущал, как пульсируют яростью корабельные системы. Он позволил, чтобы это чувство росло внутри него, отгородившись от всех прочих ощущений. Неприятельские суда были так близко, что если бы они выстрелили сейчас, то подбили бы друг друга. Запуск, произнес он, и его корабль откликнулся. Двигатели Фетиды выключились, запустились тормозные установки, сражаясь с импульсом корабля. Вдоль его боков и брюха открылись вакуумные шлюзы, рассеивая в космос катера на выдохах стартового пламени. Они кишели в зазоре, добираясь до корпусов кораблей своих врагов. Магмовзрывы бурлили, прожигая переборки. Гравитонные заряды разламывали броню, и штурмовые катера грудились вокруг пробоин, как мухи на кровавой ране. Первые из мертвых железных рук сошлись с сынами Хоруса на батарейных палубах Волках Тони. Палубы под погребами боеприпасов были усеяны трупами орудийной прислуги, задохнувшейся и сокрушенной взрывной декомпрессией. В оставшихся карманах атмосферы трепетал маслянистый свет пламени. Железные руки наступали, их оружие выплевывало смерть. Пол дрожал под их медленной поступью. Противовзрывные двери, что располагались дальше по палубе, открылись. Внутрь хлынул задымленный воздух. Сыны Хоруса прошли через них компактными клиниями, держа тяжелые пехотные щиты сплошной стеной. Наступая, они стреляли. Болты вспарывали воздух, врезались в доспехи и детонировали. Пал первый легионер железных рук. Его выкованное заново тело разорвало на части множественными взрывами. Его братья отплатили врагам той же монетой. Пучки выстрелов из волкитного и плазменного оружия озарили мрак неоновым светом. Бронированные фигуры исчезали в потоках пламени и псевдо солнечного света. Щиты врезались в доспехи. Из подзубьев цепных мечей, заскребших по керамиту, полетели искры. Железные руки перешли на клинки, на молоты. Принялись выпускать в упор энергетические выстрелы и разрывные снаряды. Покойники заново принимали смерть в тишине. Звуки их кончин украла безвоздушная пустота. А мертвые все изливались из фитиды. К тому времени, как железные руки захватили батарейные палубы, по всему волкухтонии возникла дюжина других плацдармов. Сыны Хоруса начали иссякать в числе. Они отступали, стягивались в тесные кольца сопротивления. В пустоте космоса и детище смерти и волкхтонии продолжали скользить сквозь вакуум по своим первоначальным траекториям. Внутри детище смерти железные руки ударили по командной цитадели корабля, дюжинами врываясь в башни и бастионы, которыми был окружен купол мостика. Сыны Хоруса встретили наступление железных рук заслонами подавляющего огня и постепенно его остановили, а потом дали сигнал контратаки. Терминаторы продирались сквозь отработанные снарядные гильзы и груды трупов. В их броне цвета морской зелени отражались дульные вспышки и свечение силовых полей. Какое-то время казалось бесспорным, что детища смерти отбросит мертвецов назад в пустоту. Случайность покончила с этой надеждой. Кишащий абордажниками волк Хтонии, который снова разворачивался к Фитиде, выпустил торпеды. Возможно это была ошибка, быть может паника или неисправность в какой-то системе на корабле, раздираем изнутри на части. Запущенные вслепую торпеды промчались между крутящимися кораблями. Одна подбрила верхнюю часть корпуса Фитиды и расплескала пламя по ее разрушенным башням. Остальные ударили в детище смерти. Чуть спереди от двигателей и сдетонировали блеск магистрального плазмопровода. Взрыв без малого разорвал судно напополам. Оно начало уходить в штопор. Двигатели продолжали тащить его дальше, а распространяющиеся взрывы пожирали его изнутри. Железные руки продолжали наседать, в то время как завоеванный ими корабль разваливался на части. На волке хтонии железные руки в конце концов добрались до реакторных палуб и загасили пылающее сердце корабля. Волк хтонии погрузился во мрак и тишину. Перед лицом смерти своих собратьев удар копья бросился наутек к краю системы и нырнул в вар. Фетида, которой было отказано в полном уничтожении ее врагов, устроилась неподвижно рядом с умирающими судами, как хищник, усаживающийся закусить своей добычей. Покончив со своими задачами, те мертвецы, кто еще был в состоянии ходить, удалились на фетиду, в ждущие объятия холодного забытия. Тринадцать. Сквозь ледяные сны докрия донесся голос «Пробудись!» Сначала пришла боль, как это бывало всегда. Она началась в груди и разбежалась по его оставшейся плоти, опаляя жгучим прикосновением. Затем очнулось железо. Боль стала сильнее. Она прошивала его насквозь, пронзительная и острая, как игла. Какой-то долгий миг он мог ощущать каждый поршень, сервопривод и искусственное волокно своего тела, но не мог ими двинуть. Он снова был пойман в ловушку, удерживаемый мертвым грузом металла, с которым он был соединен. Кровь пульсировала по его плоти и неслась по его конечностям, отстукивая, как далекий барабан. В ушах нарастали звуки, лязг машин, царапанье инструментов, стрекотня сервиторов, приступающих к своим задачам. Боль стала еще сильнее, и она не слабела. Внутри нарастал инстинктивный порыв забиться, закричать, освободиться от железа, пока вся его воля не начала уходить на то, чтобы сохранять неподвижность. Затем этот миг прошел. Его тело снова принадлежало ему, вернулось зрение. Сначала возникла завеса статических помех, падающих из черноты, как снег. Затем появились очертания, потом цвета, следом лицо, которое он узнал. «Пора», произнес Фидий. Крик кивнул. Вверх по позвоночнику судорожными рывками бежала боль. Ферус Манус мертв. Как всегда, истина всплывала в его уме так же ярко и болезненно, как и в тот момент, когда он услышал ее в первый раз. Сперва была пустота, потом сосущая чернота горя, затем гнев, багровее крови, и, наконец, пришла ненависть. Холодная, безграничная и темная, как закаленное железо, она оформилась и стала потребностью, стала стимулом. Он отсек все прочие эмоции и мысли, отключая их от своего разума, как излишние системы. Осталась лишь ненависть, купающаяся в лучах его боли. Он отвернулся от Фидия и посмотрел на кольцо железных рук, которые стояли перед ним с оружием в руках. Он встретился с ними взглядом и в их глазах был холод. Он снова посмотрел на Фидия. «Мы достаточно близки к солнечной системе», сказал Фидий. Крий не произнес ни слова, но тронулся с места и железные руки молча последовали за ним. 14. Борей поднял глаза на Крия. С того дня, как они покинули Теру, кожа поверх угловатых костей его лица стала бледнее, а само оно осунулось. На храмовнике были черные одежды, а не его загубленная броня. Толстые отковы на его запястьях и лодыжках соединялись цепями с адамантиевым ошейником, который окольцовывал его шею. Он выпрямился, звякнув звеньями цепей друг от друга. Его раны явно причиняли ему боль, но он исцелится и будет жить. Лицо Борея не выказывало никаких эмоций, но Крий уловил какой-то проблеск в глубине его глаз. Его рассудок взвесил возможности в отношении того, что это может означать злость, жалость, решимость, узнавание. Он отмел их все, как не имеющие отношения к делу. В ангаре было так же тихо, как и во время их прибытия все эти месяцы тому назад. Темную каверну по-прежнему заполняли обобранные каркасы посадочных судов и боевых катеров. И все так же было не продохнуть от жаркого воздуха. Грозовой орел Борея с черно-золотым корпусом стоял готовый к вылету. Его прожекторы порождали озерцо света перед открытой посадочной рампой. «Мы на рубеже света», сказал Крий. «Как только мы улетим, мы пошлем сигнал. Твои братья тебя здесь найдут». «Ты как они», произнес Борей, переводя глаза Скрия на остальных железных рук. «Они мои братья», ответил Крий. «Этому не будет конца», негромко сказал Борей. «На том пути, которым ты сейчас идешь, гибнет всякая надежда». Надежда Борей была потеряна давным-давно. Голос Скрия звучал тихим скрежетом. Он чувствовал, как стучат в груди машины, заменившие ему сердца. «Она была потеряна в тот миг, когда пал наш примарх, когда наши отцы стали смертными в наших глазах. Эта война кончится не так, как ты думаешь, Борей, и не так, как того желается твоему повелителю». Он замолк и поднял свои руки. Рассеченные цепи бряцнули в тех местах, где они по-прежнему свисали с его запястьей. «Но хотя я и не вернусь с тобой, я сдержу свое обещание. Если ты желаешь получить это обязательство, то оно у тебя есть. Когда придет время, ты можешь нас призвать». Долгое мгновение Борей держал взгляд Крия. «Как? Игнорак, безмолвие гор, которые когда-то пылали и которые запылают вновь. Пошли это сообщение, прикрепит к нему одно слово. Если мы дотянем до того дня, мы тебя услышим и мы отзовемся». Борей ничего не ответил. Лицо хромовника уже снова замкнулось и закаменело. Его выражение стало непроницаемым. Кри отступил на шаг назад и двинулся к выходу из помещения. Пара железных рук, стоявших по обе стороны от Борея, повела его вверх по рампе Грозового Орла. И Крий услышал, как пилоты сервитеры что-то затороторили своему кораблю на языке машин. Добравшись до верха рампы, Борей снова обернулся к Крию. «Что за слово?» позвал он. Крий посмотрел вверх на хромовника. «В том призыве, какое слово вас приведет?» Двигатели Грозового Орла заголосили, набирая мощность. Горячий воздух ангара заволновался. «Пробудитесь!» сказал Крий. Борей еще какое-то мгновение стоял наверху рампы под нарастающим ветром и затем отвернулся прочь. «Пробудитесь!» Продолжение следует...